Сотрудники дорожной полиции сегодня попробовали оторвать от гаджетов пешеходов и водителей на новгородских улицах. Для последних использования телефонов и планшетов за рулем чревато штрафом, а первые, переходя дорогу и отвлекаясь, рискуют головой. Есть ли у велосипедиста тормозной путь? Есть? Какой у нас ответ? Правильный? Правильный, правильно. Милен, идем мне. Спасибо вам большое, вот вам подарок. Такой дорожной викториной водители и пешеходы встречали сотрудники госавтоинспекции. И они были не одни, а с большой игрушкой – гаджетом, который в случае неправильного ответа поворачивали к участникам злой стороной. Цель акции – объяснить, что во время движения, как за рулем, так и через пешеходный переход, смотреть на экран гаджета опасно. С каждым годом аварии, где главные виновники происшествия – это смартфон и наушники, становится все больше. Как один из ярких примеров, не так давно, в декабре прошлого года у нас было зарегистрировано на торговой стороне дорожно-транспортное происшествие с участием 16-летней девушки, которая переходила дорогу, отвлеклась на мобильный телефон, как итог ее сбила машина. И даже сегодня, несмотря на пост госавтоинспекции, рядом с пешеходным переходом, многие прохожие даже не думали снять наушники или отвлечься от гаджета, пересекая проезжую часть. Конечно, все участники акции соглашались, что смартфоны на дороге – это беда, и к хорошему их использование никогда не приводит. Но многие факт собственного нарушения правил не отрицали. Нужно все-таки убирать и снимать. Будете стараться теперь? Я телефон убираю, да. А наушники? А наушники не снимают. Ну теперь нужно снимать. Сотрудники госавтоинспекции призывали пешеходов не отвлекаться на гаджеты и быть внимательными во время перехода дороги и за рулем, а в качестве приза за участие и правильный ответ викторине вручали каждому памятные сувениры, защитные маски, которые так актуальны на сегодняшний день, и светоотражающие накидки для ночных прогулок.